Сегодня в общественной приемной председателя движения ДНР Дениса Пушилина личный прием граждан провела секретарь Харцизского отделения ОДДР, глава городадминистрации Виктория Жукова. Городоначальник общалась с харцизянами три часа. За это время горожане озвучили вопросы, касающиеся почти всех сфер жизни общества. Однако львиную долю изнаболевшего по традиции заняли проблемы в работе системы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня обратилось более 30 человек на прием. Основные вопросы, конечно, осенне-зимнего периода – это крыши. Слава Богу, у нас пока все идет в графике. И те вопросы, которые сегодня задавались, они уже в ближайшее время, в течение этого месяца, должны быть отремонтированы. Эти крыши, они все стоят в графике. Были также вопросы по спилу ветхих деревьев, но так как деревья еще зеленые у нас, поэтому сейчас мы будем изучать, какие деревья аварийные, какие нужно кронировать. То есть, все эти вопросы взяли на контроль. Конечно, также стоит остро до сих пор еще вопрос вывоза мусора, но мы сейчас всячески стараемся бороться с этим направлением. Макеевка очень активно помогает, Горловская машина работает, Иловайская машина сейчас привлечена, наша техника работает. Поэтому все у нас сейчас стоит в очень большом плотном графике. Я надеюсь, что мы в скорое время почистимся. Также в ходе личного приема к Виктории Жуковой обратились харцезяне с просьбой в преддверии Дня знаний обновить разметку на автомобильных дорогах вблизи школ города. Сейчас подрядчики уже вышли и начали делать разметку. Обещают, что до 1 сентября они полностью сделают всю свою работу. Мы, естественно, проверим. Ряд вопросов, прозвучавших в ходе мероприятия удалось решить во время общения. Остальные Виктория Жукова взяла под личный контроль и дала указания профильным специалистам, которые сегодня присутствовали на приеме, отсчитаться в ближайшее время о выполнении этих поручений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня уже прошел торжественный митинг, в ходе которого площади перед Домом правительства было присвоено имя первого главы республики. 31 августа в момент взрыва, а именно в 17.28 на бульваре Пушкина пройдет церемония возложения цветов к месту гибели Александра Захарченко. Также в этот день все желающие смогут посетить концерт-реквием в Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола с участием Академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева, хора «Донбасс-оперы» и прославленной пианистки Валентины Лисицы. 31 августа памятные мероприятия пройдут и в Харциске. Граждан приглашают принять участие в митинге-реквиеме, приуроченном к годовщине гибели первого главы ДНР. Начало в 16.00 на Аллее памяти в районе Вечного огня. Через считанные дни, уже в предстоящий понедельник, в школах Большого Харциска будет дан старт новому учебному году. Школьная осень 2019 на этот раз начнется со 2 сентября. Накануне важного не только для учащихся, но и для всех учителей события городское управление образования организует традиционное совещание руководителей педколлективов. Сегодня в ЦДЮТ на итоговой августовской коллегии снова собрались директора школ и учреждений дополнительного образования, заведующие детских садов Большого Харциска. Тема нынешней педколлегии – 5 лет. Итоги, перспективы и механизмы роста качества городской системы образования. Мы подвели итоги работы образования Большого Харциска за 5 лет и конкретно за прошедший учебный год. Задачи, конечно, мы старались реализовать на 5, но считаем, что мы достигли всего того, что мы могли достигнуть. Все, что было в наших силах, мы сделали. И я думаю, что в этом учебном году мы сможем показать еще лучшие результаты, чем эти результаты были в 2018-2019. На подобных мероприятиях участники педконференции открыто говорят о проблемах, делятся успехами и строят планы на будущее. А еще докладчики обязательно готовят поздравительные речи по поводу предстоящего Дня Знаний. Начало очередного учебного года для всех работников сферы образования всегда момент особый, волнительный. Со словами напутствия и благодарности к участникам совещания обратилась глава администрации Харциска Виктория Жукова. Хотелось бы, конечно, поблагодарить всех за то, что в такие тяжелые времена остались здесь, на месте. Исполняйте свой долг родителям мужества перед началом учебного года, преподавателям тоже крепких нервов и мужества, потому что вы вторые родители для наших детей. Хотелось бы пожелать, чтобы мы вошли в этот учебный год подготовлены на отличное, думаю, так и будет, я в этом уверена. С пожеланиями крепкого здоровья и творческого вдохновения к учителям и воспитателям накануне праздника обратилась и заместитель главы городминистрации Наталья Бондаренко. Отдельное внимание на сегодняшней итоговой коллегии было уделено двум директорам. Загурецкой 10-й средней школы Светлане Головановой и школой номер 19, что на поселке Горное, Наталье Босок. Недавно руководители учреждений вернулись из российского города Люберцы, где стали участниками образовательного тренинга. Кстати, по результатам проведенного среди педагогов тестирования, наши учителя оказались в одной из лучших групп среди московских коллег. Работали мы три дня, нам очень нравилась работа в группах, мы смогли показать те достижения, которые владеет педагогика города Харциска, рассказали о достижениях наших школ, наших учащихся и педагогов и безусловно приобрели опыт работы на этом тренинге. Сегодня в Большом Харциске на образовательной Ниве трудится 1057 педагогов. 168 из них присвоены почетные звания. 246 учителей имеют высшую квалификационную категорию. Вчера в Харциск в рамках фестиваля «Современная песня Донецкие самоцветы» приехал народный ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии. Ко дню шахтера коллектив подготовил специальную концертную программу под названием «Царица русской музыки». Харциск – это у нас уже четвертый по счету город. В рамках фестиваля мы должны посетить 30 городов Донецкой Народной Республики. У нас очень интересная, насыщенная концертная программа. В эту программу входят как танцевальные номера, так и инструментальные, естественно, вокальные, потому что мы ансамбль песни и танца «Околица». Будет очень много интересного. Зритель везде нас встречает очень тепло, а провожает еще теплее, естественно, эмоции, потрясающие у людей. И такие же эмоции испытываем, естественно, и мы, потому что мы от всей души дарим свой талант людям. И благодарны им за теплые, искренние аплодисменты. «Царица русской песни» уже давно называют народную артистку СССР Людмилу Зыкину. Программа фестиваля «Донецкие самоцветы» составлена из репертуара этой советской и российской певицы. Первым номером концерта стала одна из популярнейших песен-визиток Людмилы Георгиевны «Течет Волга». Во время ее исполнения зал заслушивался качественным вокалом народного ансамбля песни и танца «Околица». В исполнении народного ансамбля песни и танца «Околица» в городском дворце культуры прозвучал не один десяток популярных и любимых публикой песен Людмилы Зыкиной. 29 августа 1929 года из первого в истории воздухоплавания кругосветного перелета возвратился граф Цепелин. Вернее, не сам граф Фердинанд фон Цепелин, которому на этот момент исполнился 91 год, а дирижабль ЛЗ-127, названный его именем. Стартовало воздушное судно 8 августа с базы недалеко от Нью-Йорка. За 50 часов преодолел Атлантику, дозаправилась в Германию и продолжила свой полет на территории Советского Союза. До Токио дирижабль долетел с новым мировым рекордом – 11 230 километров без посадки. Еще 80 часов и по курсу Цепелина показался Лос-Анджелес. Всего за 21 день экспедиции, призванной пропагандировать возможности жестких дирижаблей, было преодолено более 33 тысяч километров. Попутно выполнялись метеорологические наблюдения. Направление на восток тоже было выбрано не случайно. Именно так двигаются воздушные массы в северном полушарии. Вернее, двигались. В связи с изменением климата все чаще отмечается их меридиональное перемещение. 29 августа погода в нашем регионе определяется арктическим воздухом, направляемым с севера на юг областями высокого и низкого давления. Температура воздуха днем около 20 градусов, северо-восточный ветер 6-9 метров в секунду. В Харцизке как днем, так и ночью малооблачно. Во второй половине суток температура воздуха 14 градусов, ветер восточный 4-7 метров в секунду.